Микс Ньюс Здравствуйте, это программа «Разворот». Сегодня её проведу я, Анастасия Смоловская. В гостях у нас главный редактор журнала «Практическая астрология» Гуна Карклэня. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в конце года решили мы каким-то прогнозам придаться и узнать, что и как ждёт нас. И сразу воспользуюсь возможностью и напомню вам, дорогие наши радиослушатели, что на портале Микс Ньюс ЛВ мы подводим итоги всевозможной категории на любой вкус. Там и кино, и политика, и экономика, и катастрофа, и мир. В общем, всё что угодно во всех категориях. Заходите, голосуйте, а в понедельник будем подводить итоги вместе с вами. Ну а теперь об итогах, может быть, этого года, вот про 2019 год, чтобы вы сказали, насколько, вот, может, чуть-чуть до эфира поговорили, насколько сбываются вот эти вот прогнозы, насколько следуют им события, когда вы их делаете, следите ли вы за этим. Да. Сперва хочу сказать, что у каждого человека свой гороскоп, свои прогнозы, и это очень индивидуальное дело. Ну, конечно, астрологи делают общие прогнозы на глобальные процессы. Тут проследить довольно сложно, потому что эти процессы мы можем, сможем оценить, ну, только через какие-то там лет 10, 20, да, которые, такие, ну, глобальные комбинации. То, что сбивалось на прошлом году, я когда делала... Прогнозы астрологов отличаются, у нас разные системы, разные подходы. То, что я писала в прошлом году, то, что сбивалось, это был не очень такой позитивный момент. Я прогнозировала, что, может быть, в Латвии проблемы какие-то с банками, и прямо когда начался тот планетарный цикл, начали с проблем с АБ. И ПНБ банк тоже в этом. Да, и с банками, да. У меня было даже заголовок, следите за своим банком, да. Ну, неприятное такое дело. Но еще есть такой момент, что у нас дают планетные комбинации, а что делают люди. Потому что планетные комбинации и все гороскопы и астрологические карты это не как гадание, что обязательно сбудется. Это у нас как такой путеводитель, что делать, что не делать. И про банков я еще хотела сказать. Когда был кризис, когда полетела Крайбанка, у Крайбанка был плохой гороскоп, но в этом году, в том году, когда начались там проблемы и в будущем цикле, там были довольно позитивные комбинации, чтобы вывести из кризиса. Но правительство, и Латвия с банка, да, и кто-то там еще, финансовый капитал Тиргус комиссии, они приняли, приняли, что надо ликвидировать, и все, да. А по звездам, если там поработать, то можно было вывести из кризиса. Так что эти звездные карты нам даны, чтобы мы были готовы к каким-то моментам, и что мы сами сделаем, это уже другое дело. То есть мы, грубо говоря, можем повлиять. Если у нас в гороскопе написано, что там сегодня неблагоприятный день для чего-то, но мы, например, против судьбы, против звезд пошли, и все получилось. Да, конечно, астрологические прогнозы. Есть вот многие бизнес-люди приходят к астрологам. Вот я хотела спросить, насколько консультируются политики, бизнес-майна. Так, у меня, у нас, конечно, астрологов, как у врачей, кодекс этики, но я бы сказала, ко мне примерно третья часть, люди, которые связаны с бизнесами, с политическими делами, приходят, и в бизнесе это очень точно работает. Мы делаем карты фирм, смотрим, когда благополучные числа заключаются, какие-то большие договора. Конечно, не надо к астрологу бежать с каждой мелочи, чтобы что-то остается и в свободном плавании. Но да, если намечаются какие-то очень важные сделки, какие-то важные планы, то бизнесмены приходят, у них, конечно, свое мнение, свой взгляд, они уже готовятся к какому-то шагу, ну, хочет посмотреть, как это, взгляд со стороны. Так что, и политики, конечно, тоже, когда на подход какие-то выборы появляются, люди с вопросом, надо, не надо, но с политической астрологией совсем сложно, потому что там задействовано много людей, это не только один кандидат, у него может быть хорошая карта, да, а если у него плохая пиар-команда, то все. Никакие звезды не помогут уже. А, и если можно, я еще расскажу одно случай, такой, ну, довольно поучительный. Однажды меня пригласили в телевидении, когда были выборы в России, и я смотрела карту Путина, и второй кандидат, вот не помню фамилию, бизнесмен был, не Навальный, но перед тем... Прохоров, да. Да, Прохоров, да, 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 да. Ну вот, значит, и мне прямо сказали, чтобы я подготовила вопрос про российские выборы, как там выглядит все. Ну вот, так, у Прохорова была карта хорошая, у Путина не очень, там были какие-то личные проблемы, тогда, наверное, у него там начались... Выиграл все-таки, все-таки Владимир Владимирович, потому что у него команда другая, да, которая поддерживает, и так что политическая, это глобальная астрология, они сложные. Ну, какие-то тенденции, конечно, можно наблюдать, предусмотреть, да, но такой подвод можно сделать только постскриптом, после какие-то, какие-то, да, потому что, знаете, как, ну, я написала, следите за своим банком, да, а в астрологии нет, что планета там, не знаю, Венера, это Светбанк, Марс, Марс, это Светбанк, да, такого нет, есть эта тенденция, нет, конечно, можно рассматривать с гуроскопа всех банков, но это никто не будет делать просто так, если нет нужды. То есть, возвращаясь к политикам, те люди, которых мы видим, в общем-то, они периодически и к астрологам тоже обращаются. Да, ну, конечно, это, ну, не все, конечно, да, но, да, 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 это нормально, только, знаете, как астрология делал такое, что, в основном, у людей это ассоциируется с гороскопами, которые вообще поп-астрология, да, как я говорю, бла-бла-бла, да, и, поэтому, да, у большой части людей это гороскопы какие-то такие развлекательные, да, гороскопы, конечно, надо рассматривать как развлекательный момент. Настоящая астрология начинается там, где конкретные даты, человек когда родился, сколько родился, где родился, годовые циклы, да, и у фирм гороскопы по регистрации в регистре предприятий. Очень это все точно рассчитывается. И, поскольку люди не очень так, ну, где узнать про астрологию, ну, вообще-то нигде, да, если интересует, то информация найдется. И поэтому много, многие люди очень скептические этому, и то, что кто-то ходил к астрологу, это не очень распространяется. У меня самой, я практикую, ну, не знаю, лет там 15, где-то. У меня дважды было за все эти годы случаи, когда вот в публичном пространстве люди сказали, вот там, Карклэнни там сказала мне то и все, да, как бы отзывались. Кто это был? Вы сказали, два раза на вас публично вас публично, да, сказали один психолог и один человек, который каучом. А, тренер. Да, да, не политики, не политики. Часто вам потом приходят, вот у вас, если такие люди, которые, ну, у них ответственность большая, и, наверное, судьба их решается, часто ли они потом перекладывают ответственность на вас и говорят, вот вы сказали, что там, вот карта у меня хорошая, а у меня там ничего не получилось с претензиями. Часто к вам приходят? У меня довольно много людей возвращается ко мне, да, я это считаю таким, но хорошим показателем, как у нас по кодексуэтики мы не можем клиенту говорить, ты должен обязательно делать так, да, я даю варианты, я даю варианты, да, если вы будете делать так, то есть плюсы там такие, такие, такие по звездам, да, если вы будете делать так, то там есть минусы такие, такие, да, и человек должен, ну, сам, в течение разговора, по ходу разговора, мы, конечно, приходим к какому-то выводу, как лучше, да, сделать, но это не так, что я вот кулаком на стол, да, и только так, и только так, да. Мы рассматриваем разные варианты, которые лучше, и ну, знаете, как я сказала, многие возвращаются, я считаю, это хорошим показателем, потому что если все было мимо, то они бы не ходили еще в интернете, написали, не ходите, пожалуйста. Главный редактор журнала практически физическая астрология, Гуна Картлоне у нас в студии, вы можете звонить 67212-93-9, 67213-93-9, если есть у вас вопросы, и в WhatsApp тоже можете нам писать. Вот, раз уж мы тему политиков затронули уже, вы составляли такой прогноз, и, можно сказать, портрет президента нашего, господина Левица, вот уже спустя время, время уже прошло, что вы можете сказать, соответствует ли он вашим ожиданиям? Да, я не взяла карту, знаете, мне все карты в голове, тут всех гороскопов нет. Вы говорили, что он лежачего не бьет, такое одно из самых было определений его, что Левиц не бьет лежачего, но вот последняя неделя, мне кажется, тоже, то, что он не провозгласил поправки, например, по поводу Рижской думы, возможно, отвечают этим его показателям. Да, я в деталле, я не готовилась к этому вопросу, я в деталле, я в гороскопе не помню, по солнечному знаку он рак был, там много рака было, значит, это человек, так же, как у него, по-моему, что-то в гороскопе с Буровым немножко похоже, что, как бы, своих защитить и своих так собрать, да, и ну да, и лежачий. Но это тот человек, который может Латвии помочь как-то идти к успеху. Можно оставить этот вопрос открытым, без ответа. Надевайте наушники, принято звонок. Да. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Георгий беспокоит. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько вы в курсе о научности методики астрологии, в том смысле, что ее считают лженаукой во многих местах, при том, что на самом деле существуют физически, объективные реалии, которые доказывают связь всего, что происходит на Земле, живых организмах, естественно, человеков, по крайней мере, с планетами Солнечной системы. И в магнитном смысле, и в смысле электрическом. Буквально пара слов. Это самая современная, это уже не теория, это уже доктрина электроплазменной Вселенной, в которой нет никаких странностей и никаких недоговоренностей, в отличие от той же теории относительности. И эта доктрина, она четко объясняет связь Земли со всеми практически светилами нашей Вселенной. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Нет, нет, я поняла. Да, конечно, мы знаем, что астрология это знание очень давное, и она происходила тоже из того, и развивалась, что люди астрономии, астрологии, которые были единая профессия, они смотрели, что происходит на Земле, что на космосе, и так развивалась основная основа астрологии, на чем и все теперь развивается дальше, я бы так сказала. И астрология не как наука, это спорный вопрос, потому что для науки, как мы понимаем, научные исследования, астрологии мало. потому что исследований астрологические никто не финансирует, как это в государстве, в научных институтах, и чтобы астрологию могли бы назвать наукой, в таком академическом понятии должно быть много исследований, должны быть публикации в журналах научных, всегда там есть свои параметры, но этого, к сожалению, нет, потому что, я как говорила, астрологи занимаются исследованием по ходу, ну, мимо своих работ, работ, и, я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, я думаю, я говорю так, что исследования были и в давнейших временах, и люди смотрели, что в космосе, что на Земле, и так развивалась астрология, так что я не считаю, что это какое-то шарлатанство, ложная наука, ну, такой мой ответ, немножко запутанный, да, потому что вопрос был очень длинный и очень сложный, спасибо. По поводу скептиков ещё раз, мы эту тему затронули, говорят, что и вот с тех пор, когда было открыто это направление, уже тоже очень многое поменялось, и поменялось представление о том, что там не Земля вокруг Солнца, а наоборот, да, то есть, ну, вот какие-то такие моменты, которые были уже открыты позже, соответственно, в связи с этим должно было полностью поменяться взгляд вот на эту отрасль. Астрология развивается, она раньше рассматривались только семь светил небесных, да, Сатурна, да, не было открыто ни Уран, ни Нептун, ни Плутон, и рассматривалось только в гороскопах, в астрологических картах семь светил. Потом, когда открыли мною названные планеты, астрологи начали смотреть, что на небесах, да, в каких комбинациях, развивалась астрономия, когда можно было уже провести какие-то точные расчеты, как мы знаем раньше, вот люди, например, боялись солнечных и лунных знатмений, да, они думали, что это гнев богов, да, или там дракон съедает луну или солнце, да. Потом начали, исследовали, что это за момент, начали прогнозировать, когда будет, и это все параллельно развивается, и астрологи делают свои исследования, только, ну да, о них никто не узнает, кто не интересуется, но в Латвии тоже есть, например, мой коллега Кристос Бантис, астролог и нумеролог, он однажды делал очень объемное исследование, он взял из ЦСДД статистику аварий из обсерватории планетарной комбинации и на целый год, 365 дней рассматривал, у него даже там в этом проекте, насколько я знаю, были помощники, потому что объем информации большой, рассматривал и сделал выводы, как связаны планетарные комбинации с аварийами. Я сам делал исследование про аварий кое долгие реакторы 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 а там реакторы я взял все известные известные Фукушима Чернобилю Аннушку Майяк Пенсильвания и делал целое исследование как выглядят планетарные комбинации связи с днем когда были пущены эти реакторы и дни когда с ним беда случилась так что разные расследования происходят да еще мой один коллега Юрис Каолинч он тоже астроном и астрофизик он делал исследование насчет пожаров связи с лунными днями так что ну это только в нашей маленькой Латвии то есть астрофизики с астрологами они в общем-то в одной упряжке ну не очень не очень это мой учитель предподаватель Юрис Каолинч очень такой умный человек он начал как астроном как физик он работал в обсерватории он ученый был потом начал заниматься астрологией и как-то совмещая эти знания ну он супер преподаватель я очень рада что я у него училась и есть еще есть еще один уважаемый господин Венспилс Ивард Шмелд который тоже и астрофизик и увлекается астрологией да это большой бонус потому что многие астрологи знают только что происходит в астрологических картах и не очень хорошо знают то что происходит в космосе но это можно назвать сравнить наверное с врачами которые вот у них классическое медицинское образование а потом они например в психосоматику переходят такое тоже наверное что-то похожее можно параллель провести нам сейчас надо прерваться на короткую рекламу мы вернемся буквально через пару минут не переключайтесь главный редактор журнала практическая астрология Гуна Карт на ней у нас в эфире Мы продолжаем программу разворот Анастасия Смоловская в этой студии Евгений Копейн помогает в качестве звукорежиссера и главный редактор журнала практической астрологии Гуна Карт на ней у нас в эфире напомню сразу телефон на прямого эфира 67212-93-9 67213-93-9 можете задавать свои вопросы ну а мы о приятном поговорим о приятном да перед тем мы говорили что можем сделать гороскоп для фирм для людей и можем посмотреть тоже фон дня какой день ну день как удастся и я бы хотела очень такой приятной начинать эту нашу часть разговора с приятной новостью что 31 декабря очень хорошее для празднования позитивный день несмотря на то что идет теперь так называемый коридор затмений вчера было затмение солнца и 10 января будет затмение луны в астрологии считается что такие периоды они такие напряженные не надо их конечно там драматизировать но новогодний вечер очень хороший луна которая отвечает за фон дня находится в знак риби это символизирует и теплоту души и любовь и немножко богему слишком не надо увлекаться много богами да и остальные комбинации планетарные довольно гармонические как я говорила у каждого человека конечно своя карта но в общем новогодний вечер и день 1 января хороший гармоничный так что можем праздновать со спокойной душой да и даже даже нечем попугать астрологи любят попугать даже нечем попугать а если если пугать да если пугать если пугать то в следующем году начинаются 3 такие ну довольно серьезные астрологические комбинации правда в каждом году некоторые комбинации там сложные астрологи пугают но те комбинации которые в новом году они связаны с Юпитером, Сатурном, Сатурном-Плутоном, Юпитером-Плутоном, я не буду там углубляться, да, но это те комбинации как бы рисуют начало новых разных глобальных политических перемен, вот, например, это одна комбинация Юпитера-Сатурна, была 20 лет назад, и тогда в Россию к власти пришел Владимир Путин, в Сирии Башар Алоссад, и в Венециюле Уго Чавес, да, и Джордж Буш, да, такие, ну, личности, которые в глобальном политике, имеют в виду, да, определенные фигуры, так что, наверное, будет меняться, будет меняться какие-то глобальные политические направления. Это в общем в мире? В общем в мире, да, про Латвию я тоже скажу, в общем в мире, и, да, и, конечно, есть тоже там комбинации, например, уран в знаке тельца, тельца, это стабильность, вот, банковская сфера, земля, недвижимость, и в этом знаке заходит уран, уран делает беспорядок, да, так что, ну, будет какие-то сотрясения в финансовом сфере, да, и, да, не будет, конечно, такой кризис, как 2007-2009 год, но некоторые сходства есть, и, да, и у астрологов очень-очень разные мнения про это. Конечно, все отмечают, что может, ну, развиваться в каких-то не очень, ну, это вообще-то не позитивные моменты, Brexit, да, там напряженка АСВС с Китаем, ну, разные эти процессы, они как бы углубляются, да, но мнение астрологов очень отличается, каждый трактирует по-разному, и ставит, ну, разные приоритеты этим комбинациям, и также экономисты, я тоже, когда делала свой астропрогноз, я читала то, что говорят экономисты, да, например, там, Forbes писал, что есть прогнозы, что кризис в мире будет, в Латвии, я смотрела, ну, банки дают свои прогнозы тоже, тут были тоже различные, что будет у нас кризис, что не будет у нас кризис. Ну, это всегда 50 на 50, как-то везут. Ну, общий вывод, я бы сказала так, что, наверное, это что-то у нас будет, сейчас возьму карты и расскажу про Латвию, что-то будет, но это будет как волна из того, что происходит в мире, да, в мировой экономике, в Америке. То есть не у нас что-то произойдет, а нам, грубо говоря. Да, не у нас, как прямо, но эти волны всегда касаются, да, та же большая депрессия в 29-м году, она, как из Америки, шла в Европу, и 2007-2008 до Лемон Бразерс, это тоже началось в Америке, и пошла в Европу, и дошла до Латвии. Но тогда были такие более неприятные комбинации. Сейчас все не так плохо будет, даже если кризис, то не тот кризис, который был. Но все-таки я бы сказала, что надо быть осторожными с недвижимостью. Если люди хочут покупать недвижимостью, ну, так очень осторожно, да, посмотреть, да, сколько стоит. На последнее время цены идут вверх, да, ну, сколько они там достигнут, это мы не знаем, это даже эксперты недвижимости не знают. Ну, лучше, если кто хочет теперь прям покупать, может быть, надо все-таки подождать, да, 2020 год, конец 2020, 2021, посмотреть, потому что, может быть, цены будут пасть. И гороскоп Латвии, он на год делится как бы две части, до мая, и с мая потом до конца года. И я бы сказала так, что напряженные комбинации идут на тему заграничную, теперь тема заграница. Что это значит? Что это значит? Я долго думала и обсуждала с коллегами-журналистами, что вряд ли, ну, вряд ли это какой-то, Латвия слишком маленькая, чтобы мы были какие-то милитарные конфликты, да, слава богу. И государственный долг тут идет четко по плану, как мы оплачиваем, да, Латвий большой внутренний долг. Ну, и я, поговоря с журналистами, которые пишут про экономики, и смотря, что дальше идет тема заграница, плохо с деньгами, все-таки делаю выводы, что это как бы означает этот волну небольшого кризиса, который из-за границы приближается к нам. Может ли это означать, простите, что перебиваю, вот, например, можно ведь это трактовать тоже как, ну, грубо говоря, там вмешательство, кто-то называет, да, там те же санкции против Лэнбергса, что это извне действует на Латвию, или там американские санкции, которые, или европейские санкции, которые не позволяют, например, Латвии какие-то экономические моменты решать с странами, соседями, в частности, с Россией. Может ли это означать, как вот это влияние? Вряд ли, вряд ли. То есть больше отголоски каких-то событий. Я бы трактировала больше тракт. Так, потому что тут, если я смотрю момент денежной Латвии, ну, как в государственную кассу, что там входит, тут так, плюс-минус нормально, да. Так что вряд ли эти будут экономические санкции. Я не больше так одну карту смотрю, дальше смотрю, и кажется, что это какая-то волна, которая, ну, или из Брексита, да, или из каких-то глобальных экономических процессов. И потом, когда наступает май, вот с мая 2020 года по май 2021 года, тут вот чётко, где смотрим в астрологических картах каждый сектор, тут, если видно, могу показать, как выглядит для зрителей Ютуба, каждый сектор в астрологической карте означает какую-то тематику. Ну вот, и вот после мая в тематике недвижимость, там опять, ну, я упоминал, уран, который делает непрогнозируемые ситуации. Так что, ну... А где ещё? А вот политика, например, мы знаем, что если так конкретно говорить, уже у нас там сбор подписей за распуск Сейма и распуск Рижской думы, внеочередные выборы нас ждут, скорее всего, в следующем году. Что нам говорят звёзды на этот счёт? Я думаю, что не распустят никого. Вот так вот, да? Я думаю, потому что... Вы про Сейм или про Рижскую думу? Ну, про Рижскую думу я не смогу сказать, потому что Рижская... То, что я подготовила эти карты Латвии, государства, да? Рижская дума, тогда надо было мне смотреть число, когда её... Когда первое заседание, и тогда это берётся как, ну, первый момент. Так что про Рижскую... Роспуск Сейма нам, скорее всего, не красит. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Будут ли какие-то потрясения, как вообще на политике? С правительством, не очень. С правительством там может быть разногласия. У жителей Латвии или... Нет, прямо в правительстве. В правительстве, да, в правительстве может быть какие-то разногласия. Ну, они бывают часто. Ну, такие как вот трения, вот так, что друг друга там горизонт. Чувствуется, чувствуется, гречо будет. Можно сказать, в правительстве. Так-то, ну, и это недвижимость, это деньги, денежный поток, который связан с какими-то моментами, процессами или решениями, которые приняты где-то за границей, на которых мы не можем повлиять. Ну, по большому счёту, так банкрота не будет. Уже хорошо, уже радует. Да, банкрота не будет. В госкассе денежный поток есть. Так, что у нас с налогом? В общем, можно сказать, больше стабильность или нестабильность? Так, ну, опять-таки, в государстве, как бы, если мы берём там, ну, правительство, парламент, да, я думаю, там больших состретений не будет, да. А в обществе? Вот, как, например, в этом году были там протесты медиков и, в общем-то, люди так активно с вами довольствуют. Продолжается так, что до мая, так, где мне тут карты, да, до мая, чувствительные сферы, всё, продолжает остаться медицина, какие-то соцгарантии, соцгарантии, это может остаться и, ну, и пенсионеров, да, и мамочек новых, да, всё, что связано с социальными гарантиями, как чувствительная сфера. Чувствительная сфера, образование, может быть, до мая, какие-то волнения, да, или пикеты, или просьбы. И чувствительная сфера, да, внутренняя политика. Да, я, правда, не знаю, что там может такое быть внутренне, мы как бы ни с кем так особенно не конфликтуем, но поскольку мы в составе на то, то мы конфликтуем с многими. Как-то надо очень умно вести внутреннюю политику. И после, да, и я думаю, что ещё до весны будут люди уезжать всё-таки из Латвии. До весны, а после мая? После мая поменьше, это как бы неактуально. После мая идёт, значит, проблематика, как я сказала уже, это недвижимость. Недвижимость и тоже деньги, которые с заграницей связаны. Это может быть и какие-то фонды, что не даст, не будет доступ к какими-то фондам, да, если мы там свои обязанности не выполним. Уже такое у нас было, да, по-моему, насчёт дорог или что. Ну, Евросоюз у нас сейчас как раз-таки разделение этих фондов, и вот момент, когда дороги наши, да, в следующем году уже была новость, что намного меньше финансирование на дороге будет, чем было раньше из европейских фондов. И для людей, я бы ещё, если можно сказать, есть время, я бы сказала, неблагополучные периоды, когда надо себя вести спокойнее в этом году. Не принимать ресторанных решений. Да, это можно, это относится к всем людям, да. Как я сказала вначале, у каждого свой гороскоп, да, человек должен свою карту знать. Но бывает, когда есть напряжённые комбинации, когда у всех людей что-то, ну, наперекос, да, что-то неудачные деньги, да, дела не движутся. Так напряжённые периоды, особенно напряжённый период будет летом. Так что летом надо всё спокойно. Вот, планируем отпуски, и, значит, период, который будет очень напряжённый, это будет на праздник Лаи Гуа, 23, 24 и 25. Конец, именно. Да, и вообще-то немножко раньше, где-то с 18 по 26, да, там и планеты в плохих комбинациях, и затмения, так что лето, вот июнь, июль лучше отдыхать и меньше работ планировать. Дождаться летом. И самые такие позитивные периоды, если брать общие карты, то начало Нового года, 20 где-то до серединки января, и в конце следующего года, где-то конец ноября, декабрь, такие более лёгкие периоды. Я напомню, телефон на прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, можете ещё позвонить и успеть задать свой вопрос, главный редактор журнала «Практическая астрология» Гуна Карплани у нас в эфире. А вот я хотела по поводу личных и вот таких классических гороскопов, которые вы назвали попсой, но стоит ли вот это всё равно разделение есть, там год крысы, год свиньи и прочее. Вот сейчас год крысы, и там люди, ну кто-то говорит, вот там какая-то может быть и подлость и прочее, прочее, то есть так напрямую трактуют вот это. Есть ли в астрологии вот у вас… Это Китай, да, понял вопрос. Эти китайские гороскопы и у китайцев, я думаю, что они тоже считаются такие лёгкие и, ну, попсовые, да, почитать. Потому что китайская астрология, я думаю, она даже сложнее, чем западная. Ну, в Латвии практически все астрологи практикуют западные системы и ведические, индийские. Но я знаю одного человека, Лыга Померин, очень умная, умная, умная дама по поводу китайских гороскопов. Так, она составляет тоже карты, таблицы очень сложные, да, всё это сложно. Ну, эти попсовые гороскопы, да, но они почему бы и не почитать. Значит, у нас теперь наступает год белой металлической Крисы. Китайцы дают и цвет году, и металл, который опять там что-то означает. И год Крисы не начинается ни 1 января, да. Год Крисы по китайскому календарю, когда… В начале года, когда первый раз новая Луна в знаке Водолея. Это число, когда он наступает, это каждый раз меняется. В этом году это будет 24 января поздно вечером, где-то 23.40, 23.42. Можно второй Новый год отмечать. Да, получается второй Новый год. Ну, год Крисы. Китайцы считают, что характеристика каждого этого года совпадает с какими-то определёнными качествами характера животного. Ну, что мы можем про Крис говорить? В латвийской фольклоре Крисы такие, ну, плохие. Но в Индии, например, есть даже храм, где поклоняет Крис, где они там живут, священные животные, да. И Криса. Криса любит детей. У них много детей, у наших и большие семьи. И, значит, по этому качеству мы можем сказать, что год Крисы такой год, что, ну, должны мы много быть со своими близкими, да, и даже вот встречать с близкими. Криса любит тащить всякие вещички в своём берлоге, да. И это значит, что надо в этом году не тратить, а накапливать, да, и таскать всё себе домой, чтобы было благополучно. Да, но Криса может и укусить. И Криса может укусить, если человек нечестный, да, нечестный, хочет заработать нечестным путём Криса. Ой, год Крисы, да. Да, это может быть и разные, вытянуть на свет побольше разных экологических тематик. Ну, это связано как бы Криса, одни Крисы там грязные, да, другие вот клеточкам красивые, да. Ну, и этот год, в общем-то, я думаю, что отголоском на следующий год перенесётся, потому что только набирает движение вот эта же Грета Тумберг, и вся вот эта вот борьба за экологию, вопросы климатические, они всё больше актуальны. Да, я к этому не прикасалась, потому что, ну, объём, что можно рассказывать, очень большой, да. Ну, есть и тема экологии. Так что празднуем Новый год 24-го поздно вечером, накрываем стол, надо для Крисочки обязательно сыр на столе поставить, орешки поставить, кошку лучше прогуляться, отвезти. И цвет, поскольку белый, надеваем красивые белые, светло-серенькие, блестящие платья, украшения, да, белые рубашки у мужчин, и празднуем. И ещё раз мы можем третий Новый год праздновать, когда начинается весна. В этом году это у нас будет 20 марта. Астрологическое именно. Да. Это и по астрономии, это начало весны. Начало весны астрономически всегда совпадает тоже с астрологическим Новым годом, когда начинается знак Овна действовать. Овен – первый знак в круге зодиака, да, и он всегда, солнышко, знак Овна попадает, когда астрономический Новый год. И по старым таким, ну, старым, старым… Традициям? Традициям, да. Ну, это тоже попсово, это, ну… Серьёзно нельзя воспоминуть. Нет, это по старым традициям, каждый год, вот когда начинается весна, с этого периода до следующего периода, когда будет весна, есть какая-то планета, которая защитник того года. Теперь наступит год, за который будет отвечать и защищать Луна. Луна – это много эмоций. Луна у нас отвечает за эмоции. И эти планеты, все характеристики, названия планеты и их характер по древнеримской мифологии. И в древнеримской мифологии Луна у нас три лица у Луны. Луна светлая, Селена, Луна тёмная, Хекате, и Луна Лилита, которая была первой женой Адама. Так что Луна, у Луны много разных лиц. В общем, интересный год нас ждёт 100%. Спасибо, главный редактор журнала «Практическая астрология» Гуна Карклани была у нас в эфире. Анастасия Смоловская провела эфир и обеспечила качество эфира. Нам, Евгений Копеин, спасибо и всего хорошего. Спасибо, до свидания и хорошего Нового года всем.